Сегодня последний день голосования по программе формирования комфортной городской среды. Напоминаем, что отдать свой голос можно на сайте 11.городсреда.ру или через портал госуслуги. К слову, уже можно подвести некоторые промежуточные итоги. Так, в Сыктывкаре в этом году людей проголосовало больше, чем в предыдущем на 12 тысяч человек. Тем временем партийный десант «Единой России» совместно с мэрией города проверил, как перезимовали ранее благоустроенные территории. Результаты в материале Анны Зубаревой. Проверка благоустроенных объектов после зимы – это уже ежегодная традиция депутатов и мэра столицы. Первая остановка – скверно против Стефановского собора. Всего год назад на этом месте был пустырь. По национальному проекту здесь провели благоустройство и высадили липок, кусты рябины, даже яблони и ивы самострижки. В этом году досеют газон и цветы. И на это есть причина. Перезимовал он хорошо, что и зимой очень тщательно он убирался. Была правильно подобрана техника, чтобы не было продавлено брусчаткой и так далее. Есть небольшие вопросы по тому, как перезимовала зелень. Высаживались цветники на этом месте и кто-то из цветов какие-то цветы не перезимовали, а какие-то были просто выкопаны, к сожалению. Следующий объект ревизорской проверки – скверно-коммунистической недочеты существеннее. У качелей выкручены шурупы, повреждено мягкое покрытие. Сама плитка и сами тротуары, и сами вот эти конструкции, и мафы, малая архитектурная форма, они перезимовали хорошо. Вот единственное, что мне хотелось сказать, это обратиться к нашим жителям города, и особенно вот в этом районе. Я знаю, что очень многие и голосовали за то, чтобы здесь был хороший сквер. Пожалуйста, берегите вот то, что сделали. Вот сегодня мы увидели, что даже вот эта спортивная площадка, многие вещи, там просто выковырили вот эти покрытия, а это прежде всего и безопасность. В этом году планируется большое озеленение. Будет высажен можжевельник на холмах, появятся водолюбивые растения, они должны решить проблему заболученности. Завершает проверку сквер во дворе Димитрово, 48. Высадили всю зелень здесь еще в прошлом году. Страхов за то, что некоторые растения не приживутся, у администрации нет. Конечно, вдоль дорог такие растения достаточно, наверное, тяжело будут приживаться. Но если, например, взять опыт площадки по часам, то горные сосны там прекрасно прижились, они живы-здоровы и прекрасно себя чувствуют. Мы растения, которые не очень любят такое антопогенное воздействие, в основном высаживаем на территориях подальше от дорог. На этой площадке тоже повреждено резиновое покрытие, так называемый мягкий асфальт. Подрядчик по гарантии обязался восстановить его до 5 июня. Есть недочеты, связанные с пластиковым покрытием, его обязательно в рамках гарантийного ремонта подремонтируют. Есть у нас, к сожалению, вандальные записи, их тоже сейчас подчистят. Здесь есть одна видеокамера, к сожалению, этого недостаточно, мы смотрим, но не всегда удается реагировать оперативно. Большинство общественных площадок сегодня оборудованы видеокамерами. И приборов для наблюдения в Сыктывкаре станет больше, обещает мэр.